До конца года в Туркестане в эксплуатацию сдадут 55 многоэтажных домов. Ключи от новых квартир получат льготники и госслужащие. Строительство планирует закончить в срок. Режим ЧП на работе не сказался. Подробности у Рауля Габитова. Строители региона сейчас, пожалуй, самые востребованные специалисты, в отличие от представителей других специальностей. Рабочие на стройках трудятся в прежнем режиме. Есть небольшие изменения, но все они связаны с обеспечением безопасности труда. Перед тем, как приступить к работе, мы проходим обследование. Санитарные врачи постоянно присутствуют на строительной площадке. Кроме того, каждый работник обязан носить медицинские маски и регулярно обрабатывать руки антисептиком. Сейчас в областном центре возводят больше сотни крупных зданий. Часть достроят уже в этом году. Впервые в городе появится дворец школьников, стадион, конгресс-центр, драматический театр и музей Яссави. Нет проблем и со стройматериалом. В данный момент у нас по поставке строительных материалов на стройплощадки проблем нет. С городом Шымкент, акиматом города Шымкент у нас полностью есть договоренность. Заполняются соответствующие формы документов и беспрепятственные материалы выводятся из города Шымкент. Продолжается строительство и международного аэропорта. В год он сможет пропускать около трех миллионов пассажиров. Проект совместный с турецкой компанией. Если все пойдет в рабочем режиме, то первый в Туркестане аэропорт заработает уже в декабре. Строительные работы в Туркестане могут остановить лишь в одном случае, если город закроют на карантин. Рауль Габитов, Ярбулат Абишев, Самат Нагашпекула, Хабар, 24, Туркестан.